По данным статистиков самолеты являются самым безопасным видом транспорта. Но за время существования мир пережил не одну ужасающую авиакатастрофу. Виной крупнейшего столкновения двух Боингов стал человеческий фактор и погодные условия. В тот злополучный день в аэропорту Лас-Пальмос произошел теракт, и самолеты для посадки были перенаправлены в ближайший аэропорт Лос-Радиос. Из-за плохих погодных условий, неслаженной работы диспетчеров и неправильной интерпретации команд, два гигантских воздушных судна столкнулись на взлетной полосе. 27 марта 1977 года погибли 583 человека. Самые мощные извержения вулканов в истории человечества наибольшая авиакатастрофа за всю историю авиации с участием одного воздушного судна случилось в 1985 году. У самолета, направлявшегося из Токио в Осаку, откололся киль, и после 32 минут попыток урегулировать ситуацию. Лайнер полностью вышел из-под контроля пилотов и столкнулся с лесистым склоном горы Оцутака. 12 августа в 1985 году недалеко от горы Фудзи погибли 520 человек. В живых осталось 4 человека, спасательные работы начались спустя 14 часов, и многие погибли не от травм, а от переохлаждения. Топ самых ужасных тюрем в мире по числу погибших людей катастрофа произошла в небе над Дели. Два воздушных судна столкнулись на скорости 500 км. В час. Казахстанский самолет Ил-76 шел на посадку, пилот не понял команды диспетчера, и лайнер врезался в корпус Боинга 747, который шел навстречу. Хвост казахстанского воздушного судна пробил левое крыло и стабилизатор Боинга, оба самолета упали. В этот день лишились жизни 349 человек. 10 ужасных советов, которые сделают путешествие ужасным авиакатастрофой турецкого лайнера унесла жизни 346 человек. Причиной падения стала ошибка в конструировании двери багажного отсека. Из-за этого двери у воздушного судна просто вырвало в воздухе, это привело к полной разгерметизации салона. Авиалайнер потерял управляемость и разбился недалеко от Парижа. Боинг 747 совершал рейс по маршруту Монреаль, Лондон, Дели. Пролетая недалеко от Ирландского берега, на судне произошел взрыв, это привело к разрушению и падению самолета. Это самое большое бедствие в канадской истории. В результате теракта погибли 329 человек. Крушение авиалайнера, произошедшее 19 августа 1980 года, унесло жизни 301 человека. Через несколько минут после взлета в грузовом отделении случился пожар. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт Аррияда. Посадка прошла успешно, но самолет не остановился на взлетно-посадочной полосе и ушел далеко от спасателей. Экстренная эвакуация так и не произошла, и самолет внутри выгорел полностью. Российское воздушное судно осуществляло грузовой рейс из Киншасы в Кахембу. При взлете самолет не смог оторваться от взлетной полосы, и на большой скорости вкатился на территорию рынка. Это самая большая катастрофа по числу жертв на Земле, не учитывая совершенных терактов 11 сентября 2001 года. В этот день недалеко от аэропорта Киншасы погибли 298 человек.